Это программа «Израиль за неделю». На исходе каждой субботы я, Борис Штерн, и мои коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших семи дней в Израиле. Добрый вечер. 76 лет восстановления независимости Израиля. Не юбилей, но, безусловно, важная дата в календаре, которая в этот раз прошла на фоне войны, на этой неделе. На этом фоне многое вообще приобрело новый или, в принципе, другой смысл. Свобода, безопасность, даже участие в Евровидении, странном ночном утреннике, который в этом году превратился в фестиваль европейско-хамазовской дружбы. Мы, кстати, не проиграли, ну, как минимум, на этой вечеринке, да и шансы выиграть битву с Хамасом по-прежнему очень-очень высоки. Даже несмотря на то, что заметное большинство публики вокруг совсем не за нас. Мы просто знаем один секрет. Другой страны у нас нет. А для того, чтобы отметить 77 лет независимости Израиля, надо постараться. И мы постараемся. Собственно, об этом и не только сегодня в программе «Израиль за неделю». Вашингтон атакует. Администрация Байдена недовольна военными действиями в секторе Газа. Белый дом угрожает или безопасность гражданского населения, или прекращение поставок вооружений. Ограниченная операция. ЦААЛь продолжает операцию в Рафехе. По утверждению военно-политического руководства, она носит избирательный характер. Разведка считает, что главарь Хамас Яхи Синвар скрывается в туннелях на границе с Египтом. Огонь очищающий. Евреи всего мира готовятся отметить самый мистический праздник года – Лагбаомер. Зачем Израилю пламя? И почему важно его правильно зажечь именно на фоне войны? Безусловно, главными событиями недели параллельно войне стали День памяти и День независимости. Траурные церемонии Дня памяти и торжественные церемонии Дня независимости были на этой неделе очень похожи. В торжественном было, наверное, больше позитива и надежды. При этом новостные сюжеты практически полностью сохранились с предыдущей семидневки. Один из них – наши сложные, дружеские отношения с США. Америка, Северная Америка, немного негодует. Израиль ведет себя не так, Белый дом угрожает. Или безопасность гражданского населения в секторе газа, или прекращение поставок вооружений. Все это на фоне тех самых боевых действий, которые мировое сообщество воспринимает совсем неоднозначно. Подробности в нашем материале. Байден пошел ва-банк. Президент США в интервью СНН прямо заявил. «Будет полномасштабная военная операция ЦАЛЯ в Рафиахе, Израиль не получит часть оружия от Америки». Кроме того, Джо Байден заявил, что американское вооружение использовалось, как он выразился, для убийства мирных жителей в секторе газа. «Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафиах, они еще не вошли в Рафиах, но если они войдут в Рафиах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось для действий в Рафиахе. Для действий в других городах эти действия проблематичны». При этом глава Белого дома заверил, что США продолжат обеспечивать безопасность Израиля во всем, что касается системы «железный купол» и бороться с нападениями, подобными тем, которые осуществил Иран. Заявление президента о том, что он готов поставлять американское вооружение в зависимости от действий Израиля, является поворотным моментом в семимесячном конфликте между Израилем и Хамасом. Очевидно, что Байден оказался под чрезвычайным давлением, в том числе со стороны членов его собственной партии, которые требуют ограничить поставки оружия в условиях гуманитарного кризиса в секторе газа. Так или иначе, но на позицию Белого дома последовала резкая реакция со стороны израильских политиков. Постпред Израиля при ООН Гела Тардан считает, что комментарии Байдена очень разочаровывают и придадут смелости Ирану, Хамасу и Хизбалле. А министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что Израиль должен выдержать международное давление и продолжать войну, несмотря на сопротивление президента Байдена и эмбарго на поставки оружия. А это красноречивая реакция министра национальной безопасности и Тамара Бенгвира. Хамас любит Байдена. Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал Бенгвира и обвинил в ухудшении отношений с США к правительству Израиля. Не остался в стороне и 45-й президент США Дональд Трамп. В своей соцсети Трус он написал. Кривой Джо Байден знает он об этом или нет, только что заявил, что не будет поставлять оружие Израилю, пока Израиль борется за искоренение террористов Хамаса в секторе газа. Хамас убил тысячи невинных мирных жителей, включая младенцев, и до сих пор удерживает американцев в заложниках, если заложники еще живы. И все же Кривой Джо становится на сторону этих террористов, точно так же, как он встал на сторону радикальной мафии, захватившей наши университетские городки, потому что его спонсоры финансируют это. Байден слаб, коррумпирован и ведет мир прямо к Третьей мировой войне. Помните, эта война в Израиле, как и в Украине, никогда не началась бы, если бы я был в Белом доме. Но совсем скоро мы вернемся и еще раз потребуем мира через силу. Еще до заявления американского лидера газета Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты уже приостановили поставку тысячи единиц оружия в Израиль, в том числе авиационные бомбы. Шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках и пояснил, это мера предосторожности, направленная на обеспечение безопасности гражданского населения, подчеркнув, что окончательного решения отосильно других поставок оружия в Израиль принято не было. Мы очень четко дали понять, что Израилю не следует начинать крупную атаку на Рафиях, не учитывая и не защитив гражданское население на этой арене боевых действий. Израиль принял решение. Гражданским лицам в Рафияхе предложено эвакуироваться в расширенную гуманитарную зону, расположенную в 20 километрах от города. Палестинцы начали получать текстовые сообщения, телефонные звонки и листовки на арабском языке, в которых израильская армия настоятельно призывает прислушаться к предложению и как можно скорее переместиться в указанный район. На данном этапе эвакуации подлежат районы на востоке Рафияха. ЦАЛЬ расширил гуманитарную зону в Аль-Мавасе, чтобы принять возросший объем помощи, поступающей в газу. Эта расширенная гуманитарная зона включает в себя полевые госпитали, палатки и увеличенное количество продовольствия, воды, медикаментов и дополнительных предметов снабжения. В соответствии с одобрением правительства, текущая оценка ситуации будет определять постепенное перемещение гражданских лиц из указанных районов на востоке Рафияха в гуманитарную зону. Призывы к временному переезду в гуманитарную зону будут распространяться посредством листовок, смс-сообщений, телефонных звонков и сообщений в средствах массовой информации на арабском языке. Цааль будет продолжать преследовать Хамас по всей территории газа, пока все заложники, которых они держат в плену, не вернутся домой. Израиль взял под оперативный контроль контрольно-пропускной пункт Рафиях со стороны сектора газа. По данным армии обороны, точечная контртеррористическая операция была проведена после получения разведданных, указывающих на то, что КПП Рафиях используется Хамасом в террористических целях. В рамках операции военные нанесли удары в районе Рафияха и ликвидировали около 20 террористов, а также обнаружили три действующие шахты туннелей. КПП Керем Шалом также закрыт и откроется, как только позволит ситуация с безопасностью. Мы не готовы мириться с ситуацией, в которой батальоны Хамаса покинут свои туннели, восстановят контроль над сектором, восстановят свою военную промышленность и вернутся к угрозам гражданам Израиля в общинах вблизи сектора газа, в городах на юге и по всему миру. В таком случае, следующее 7 октября станет лишь вопросом времени. Капитуляция перед требованиями Хамаса была бы ужасным поражением для государства Израиль. Это была бы великая победа для Хамаса, Ирана и всей оси зла. Это отодвинет следующее мирное соглашение, потому что союзы не заключаются со слабыми. Поэтому Израиль не согласится на требования Хамаса. Это будет означать капитуляцию. Израиль будет продолжать сражаться до тех пор, пока все его цели не будут достигнуты. В Иерусалиме подчеркивают, это очень ограниченная и точечная операция, а не полномасштабное наземное наступление на рафиях, которое так беспокоит мировой общественность в связи с возможными жертвами среди мирного населения. Однако союзники Израиля считают даже такие действия несвоевременными. Наземное наступление на рафиях началось, несмотря на все просьбы международного сообщества США, стран-членов Евросоюза. Все просили Нитаньягу не атаковать рафиях. Несмотря на эти предупреждения и эти просьбы, атака началась. Я боюсь, что это снова приведет к большим жертвам. Жертвам среди гражданского населения, чтобы они не говорили. Там 600 тысяч детей. Государство Палестины стремится к миру, поэтому ООН необходимо включить ее в состав полноценных членов, а также зачислить во все структуры организации. С такой формулировкой группа арабских государств обратилась в Генассамблею организации с проектом резолюции, которая признает право палестинской администрации на полноправное членство в ООН. После положительного решения документ должен быть направлен в Совет безопасности для повторного рассмотрения этого вопроса. Мне хотелось бы, чтобы весь мир запомнил эту минуту, запомнил это аморальное деяние. Поэтому сегодня я покажу вам зеркало. Зеркало, чтобы вы в него посмотрели. Вот зеркало для вас, чтобы вы видели, что вы делаете с уставом ООН этим разрушительным голосованием. Вы разрываете устав ООН своими руками. Вот что вы делаете. Вы просто рвете его в клочья. Как не стыдно. В середине апреля Соединенные Штаты применили право ВЕТа в Совбезе и заблокировали проект Алжирской резолюции с рекомендацией принять ПА в ряды Всемирной Организации. За документ проголосовали 12 членов Совета, в том числе Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались. Вопрос признания палестинской государственности не должен быть началом или концом процесса. Сначала следует решить текущий кризис в секторе газа. Это голосование не отражает противостояние палестинской государственности, а является признанием того, что она может быть достигнута только в результате прямых переговоров между сторонами. Тогда Иерусалим поблагодарил Вашингтон за то, что США выступили против политики и лицемерия Совета, но обратились к тем, кто поддержал резолюцию. Несмотря на неспособность палестинцев соответствовать необходимым критериям для членства в ООН, большинство из вас, к сожалению, решили вознаградить палестинский террор созданием палестинского государства. Разговаривать с Советом Безопасности – это все равно, что разговаривать со стеной. Ямали, чтобы однажды вы осознали масштабы ошибки, которые вы совершили, пока не стало слишком поздно. Ошибка не только политическая, но и правовая, отмечают юристы-международники. И дело здесь не в сути резолюции, а в процедуре ее принятия. В уставе ООН черным по белому прописан механизм принятия государства в члены организации. Статья четвертая. Пункт первый. Прием в члены организации открыт для всех других миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем уставе обязательства и которые, по суждению организации, могут и желают эти обязательства выполнять. Пункт два. Прием любого такого государства в члены организации производится постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности. В сжатом виде эту процедуру можно представить так. Заявитель направляет генсеку заявление и письмо, в котором оно официально принимает на себя обязательства, содержащиеся в уставе. Заявление рассматривается Совбезом. Рекомендация о приеме считается принятой, если за нее проголосовали 9 из 15 членов Совета. И при этом никто из пяти постоянных членов – Китай, Россия, Великобритания, США и Франция – не проголосовал против. Если Совет выносит рекомендацию о приеме, ее передают на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. Для приема нового государства необходимо большинство в две трети голосов Ассамблеи. Членство вступает в силу с даты принятия резолюции о приеме. При этом необходимо помнить. Признание нового государства или правительства – это акт, который могут совершить или отказаться совершить только другие государства и правительства. Как правило, этот акт означает готовность установить дипломатические отношения. Организация объединенных наций не является ни государством, ни правительством и поэтому не обладает никакими полномочиями признавать то или иное государство или правительство. Случай с палестинской администрацией. Попытка в обход негативного решения Совбеза выйти на голосование в Генассамблее, что является беспрецедентным случаем. В правилах процедуры Генеральной Ассамблеи есть норма, согласно которой… Если Совет Безопасности не рекомендует принимать подавшее соответствующее заявление государства в число членов организации или откладывает рассмотрение этого заявления, Генеральная Ассамблея может после всестороннего рассмотрения специального доклада Совета Безопасности возвратить Совету указанное заявление вместе с полным отчетом о прениях, имевших место в Ассамблее, для дальнейшего рассмотрения и представления рекомендации или доклада. Но Совет Безопасности, сославшись на 12-ю статью Устава ООН, то есть без соответствующего запроса с его стороны, может не принять к повторному рассмотрению доклад от Генассамблеи. Замкнутый круг. Перепрыгнуть Совбез невозможно с юридической точки зрения. Соответственно, любые дебаты в зеленом зале заседаний – пустая трата времени. А в самом Совете невозможно принять решение против воли государств, обладающих правом вета. И здесь надежды Израиля связаны с США, ибо в Генассамблее у Рамалы и так автоматическое большинство. Иерусалим устами Гелада Ирдана предостерегает. Проект резолюции предоставляет палестинцам де-факто статус и права государства и противоречит основополагающему уставу ООН. Если он будет одобрен, я ожидаю, что Соединенные Штаты полностью прекратят финансирование ООН и ее институтов в соответствии с американским законодательством. Принятие его Генеральной Ассамблеи ничего не изменит на местах. Согласно законодательству США, Вашингтон прекращает финансирование любого органа ООН, который предоставляет полноправное членство стране, не обладающей международно признанными атрибутами государственности. Так, в 2011 году американцы перестали вносить взносы в ЮНЕСКО после того, как ПА стала его полноправным членом. Согласно резолюции 181 Генассамблеи, два независимых государства – арабское и еврейское – для двух народов должны быть созданы путем переговоров этих двух субъектов. Но договориться о границах и статусе Иерусалима Израилю и палестинской автономии до сих пор не удается. Тем не менее, решать этот вопрос императивными методами дипломаты не советуют. Дело в том, что созданный сейчас стеноген Ассамблеи «Прецедент» может стать спусковым крючком для других территориальных единиц. Вроде Косова, Тайваня, Северного Кипра, Абхазии или Южной Осетии, претендующих на статус независимого государства. Гость нашей программы сегодня – профессор Зайв Ханин. С ним обсудим итоги очередной непростой недели в жизни нашей страны. Профессор Ханин, добрый вечер. Шава Атов, хорошей недели. Шава Атов, добрый вечер. И вот все, что происходит, происходит параллельно сразу в нескольких реальностях. Одна из этих реальностей – сложное отношение между Иерусалимом и Вашингтоном, но как минимум в трактовках израильской, американской, мировой прессы. А на самом деле, можно ли дать оценку этим отношениям? Они действительно сложные. Когда мы говорим о противоречиях между Байденом и Нетаньялом, между Соединенными Штатами и Израилем, действительно ли это противоречия, о которых можно говорить, как о конфликтных противоречиях? Это непростой вопрос, и требует он непростого, может быть, чуть-чуть более развернутого ответа, ну, две хотя бы минуты-три. Так вот, точно так же, как нет понятия, какова позиция Израиля, даже если мы имеем в виду официальный Израиль, потому что официальный Израиль – это и коалиция, и оппозиция, это и разногласия внутри коалиции, это и разногласия в израильском обществе и так далее. Точно так же нельзя говорить о единой позиции Америки. Правильнее было бы в контексте взаимоотношений, нынешних взаимоотношений с Израилем иметь в виду три основных сегмента. Первый, это понятно, это американская администрация, нынешняя демократическая администрация Джо Байдена с его ближним кругом советников, с традиционным набором чиновников внешнеполитических ведомств, прежде всего Госдепа США, с их то, что называется conventional wisdom, то есть с их здравым смыслом, то, что называется, да, который исходит. Этот здравый смысл, он базируется на определенном наборе стереотипов, которые очень и очень непросто изменить или, так сказать, каким-то образом сдвинуть. А Блинкин, классический представитель Госдепа, все-таки вот мне кажется, и израильтянам очень многим кажется, что он, ну скажем, скорее все-таки симпатизирует нам, то есть он выбивается за рамки какого-то классического контекста. Вы удивитесь, если я скажу, что в целом и там симпатизируют в целом Израилю, чем противникам Израиля. Другое дело, что там есть некие устоявшиеся мнения. Они знают лучше, чем знают израильтяне, как решить арабо-израильский конфликт. Теперь израильский конфликт себя уже почти исчерпал, но они лучше знают, как решить конфликт между израильскими евреями и палестинскими арабами, например. Они это делают из самых лучших побуждений, когда они слышат, что кто-то говорит, что они там поддерживают противников Израиля, или они настроены антисионистски, или они настроены антиизраильски, ответ искреннее и естественное удивление, наоборот. Но, так сказать, разногласия между, скажем так, между Госдепом США и администрацией Соединенных Штатов и улицей Каплан в Иерусалиме, так сказать, офисом премьер-министра и Министерством иностранных дел, которые там находятся, ну, в общем, совершенно очевидно. Прошу прощения. Второй момент – это то, что мы видим, скажем так, то, что покрывает значительную часть информационного пространства. Это определенные круги, левопрогрессивские, которые в целом на уровне американского общества – это довольно маргинальные группы. Но они мейнстрим в информационных кругах, в культурологических кругах, в академии, университетские кампусы, аналитические центры – все те, которые поставляют информацию и материал. Там то, что называется, как говорят на иврите «хаваля лазман», там, как говорится, остается только закрыть голову руками и, так сказать, стараться этого не видеть. И третий сегмент – это американское общество в целом, для которого Израиль – это не просто какое-то еще государство загубежное и даже не просто еще один союзник. Для многих из них, для ядра американского общества, Израиль – это индикатор, один из элементов их системы ценностей. Американских ценностей, в том числе. Так что я бы сказал, что, во-первых, ничего из ряда вон выходящего не происходит. А во-вторых, я бы сказал, что, если мы смотрим в порядке убывания численности членов того или иного сегмента, американское общество – 75-80% за Израиль, и тут других вопросов нет. Та часть, которая выступает за палестинских арабов, лишь десятая часть из этой, допустим, третьей части, они поддерживают Хамаса. На самом деле нет. Госдеп имеет свою собственную доктрину. Ну а то, что касается всех этих кругов ультралево-прогрессивских, то у них своя повестка дня, антиимпериалистическая. В этом смысле они часть глобального юга, а не глобального севера. То есть мы для них вот это олицетворение… Колониализма и всего того, того первородного греха западной цивилизации, в которой тоже виноваты евреи. Из-за которого, кстати, и появились Соединенные Штаты. Ну хорошо, но вот конфликт или противоречие, с одной стороны, постоянные разговоры о том, что мы не дадим вам такое оружие, мы не дадим вам такое оружие, рассматриваем там два государства для двух народов. С другой стороны, Байден на этой неделе отправляет в Конгресс новый пакет, новый законопроект, еще миллиард долларов помощи. То есть получается, что все-таки дружба в первую очередь, партнерство на втором плане. Да. Я думаю, что на сегодняшний день при всех недоговоренностях, несогласиях, противоречиях, которые есть, Израиль, ну уже, пожалуй, я бы сказал, что уже и два года назад, даже три года назад, он постепенно опять стал фактором надпартийных интересов. Если ранее, скажем, 20-й год, 19-й год, особенно накануне выборов США 2020 года, где премьер-министр Израиля просто дал так однозначный endorsement, то, что называется, однозначно поддержал одного из кандидатов, Дональда Трампа, и вызвал значительную такую вот, негативную реакцию, да, и в свой адрес, но и в адрес правительства, которое он возглавляет, и, соответственно, страны. Сегодня, я думаю, мы уже совсем не там. То есть Байден раздражен, раздражен общением с Натани Яу, раздражен позицией, которую занимает нынешнее израильское правительство по целому ряду вопросов. Раздражен тем, что вот этот вот conventional wisdom, так сказать, его внешнеполитического ведомства в Израиле, если не осмеивается, то воспринимается с колоссальным скепсисом. Раздражен тем, что то, что называется противоречие на векторе Иерусалим, Вашингтон идет, просто стало фактором, идущий де-факто в Израиле избирательной кампании. Но Израиль, как Израиль, как сам по себе, является абсолютной ценностью, так что ничего удивительного в этом нет. Но можно ли американцам на самом деле объяснить наш рациональный подход? Потому что когда Натани Яу, например, объясняет видение дня после войны, он говорит о том, что пока об этом даже смысла нет говорить, пока есть Хамас. Соединенные Штаты настаивают на том, что нужно срочно написать план, как это должно выглядеть. Израиль использует американские вооружения в любом случае. Американцев интересует не эффекты от этих вооружений, а минимизация ущерба для гражданского населения. Опять же, за рамками рационального. Или это все-таки именно разница в этом подходе? Разница подхода в том заключается, что израильтяне говорят каждый раз что. Что нужно, зачем это нужно, что нам нужно делать и так далее. Американцы задают другой вопрос. Что мы поняли? Вы говорите, что палестинская автономия слабая, коррумпированная, неэффективная и так далее. Мы согласны, ваша альтернатива. То есть на вопрос «что?» мы ответили, допустим. А теперь для чего? Вот для чего вам это? Что вы хотите добиться? От этого вопроса нельзя просто так отмахнуться, Борис. Другое дело, что, скажем так, такое ощущение, что в руководстве Израиля нет людей, которые в состоянии сформулировать, зачем это нужно, что они хотят. В нынешнем правительстве или глобально в израильской политической системе? Ну, я бы сказал, что в израильском правительстве на сегодняшний день, в военно-политическом руководстве. Вот мы слышали пару дней до того, как вы записываете этот эфир, мы слышали о том, что, как премьер-министр Израиля, гордо заявил, что только я и Рон Деммер, то есть его ближайший советник, и его, не будем называть поручение, скажем, основная фигура, которая поддерживает в оперативном плане взаимоотношения с американской администрацией. Мы однозначно и стопроцентно выступили против создания палестинского государства. Это говорит о том, что в израильском правительстве и даже в кабинете войны нет единого мнения на этот счет. Там тоже есть позиция, наиболее яркий представитель, это министр обороны Юаф Галланд, который говорит о том, что отсутствие плана, что будет на следующий день, не дает нам возможности завершить уничтожение военной инфраструктуры Хамас. И в Вашингтоне они тоже не вчера родились. И люди, которые занимаются израильским направлением, ближневосточным направлением, они тоже, мягко говоря, так сказать, не сегодня утром приступили к этой должности. Они это видят. И, соответственно, ответ очень простой. Если израильское руководство не предлагает свой план, его предложит кто-то другой. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Пока Вашингтон негодует, а Жозеп Боррель насылает на Израиль все, с чем ему бы не хотелось столкнуться в своей собственной жизни, боевые действия в Газии и на Севере продолжаются своим чередом. Это работает не по принципу каравана, то есть как бы да, но на самом деле нет. В Иерусалиме, конечно, прислушиваются к мнению друзей и европейцев, но скорее просто прислушиваются. Битву за свободу, по мнению израильского военно-политического кабинета, можно закончить только после уничтожения Хамаса, а не тогда, когда возжелает генсек ООН, например. Подробности в нашем материале. Израиль усиливает давление на Рафиах, параллельно призывая гражданское население эвакуироваться в специально подготовленную расширенную гуманитарную зону Аль-Маваси, расположенную в 20 километрах от города. Несмотря на призывы союзников, Иерусалим настаивает на том, что военная операция – единственный способ положить конец Хамасу и освободить заложников. Местные жители и вынужденные переселенцы, очевидно осознав твердые намерения Израиля и явное нежелание арабских государств идти на прямую конфронтацию с еврейским государством из-за амбиции Хамаса оставляют Рафиах. Я не собирался уходить, но сейчас уйду, потому что в лагере больше никого не осталось, поэтому мне нужно уйти. Я надеюсь, что Бог принесет добро, это последнее, что мы можем сказать. Я надеюсь, что Бог все исправит, и мы благополучно вернемся в свои дома. Мы устали, мы потеряны, мы не знаем, куда идти. Никто не поддерживает нас, ни Нитаньягу, ни мусульмане, ни Саладовская Аравия, ни какая-либо арабская страна. Это катастрофа. Я ушел в одной рубашке, работаю разнорабочим за 10 шекелей. Мы страдаем от высоких цен с одной стороны и войны с другой, и мы вынуждены покинуть свои дома. Клянусь, за пять дней я ел только один раз. Покинуть территорию израильские военные также призвали гражданских в Джабали, на севере сектора Газа и Зайтуни, в центральной части Анклава. В армии обороны подчеркивают, что операции необходимы на фоне появившихся данных о том, что Хамас пытается восстановить контроль над этими районами. Кроме того, террористы продолжают ракетные обстрелы Израиля. В ходе одного из них в Ашкелоне три человека пострадали. Ракета попала в жилой дом. На севере сектора Газа истребители нанесли удары по террористическим объектам. Мы начали процесс временной эвакуации населения района Джабали в рамках подготовки к военной операции в этом районе. В последние недели мы выявили попытки Хамаса восстановить свой военный потенциал в Джабали, и мы работаем над пресечением этих попыток. В центральной части сектора войска 99-й дивизии проводят широкомасштабную операцию в районе Зайтуна. Войска ликвидировали около 30 террористов и обнаружили десятки единиц оружия в школе в этом районе. Они продолжают там операции. Обнаружен важный подземный маршрут, по которому террористы планировали совершить нападение на наши силы. Аргументы Иерусалима прежние. Никакие переговоры не помогают освободить заложников. Подтверждением того, что Хамас не намерен отпускать захваченных в ходе теракта 7 октября израильтян, сторонники силового решения вопроса называют информацию о смерти еще одного заложника. Хамас опубликовал видео, в котором говорится, что Надав Попелвелл, взятый в плен в ходе атаки террористов на Кибуц-Нерим, скончался после ранения в результате израильского удара в секторе Газа. Мужчина на видео соответствует фотографиям Надава Попелвелла, которыми поделилась штаб-квартира форума семей заложников. Предыдущие видео с заложниками, опубликованные Хамасом, в армии обороны назвали психологическим террором. Цааль также опроверг предыдущие обвинения Хамаса в том, что заложники были убиты израильским огнем. Оппоненты израильского руководства, а также некоторые из посредников, настаивают. Очередная пауза в переговорах обусловлена действиями Израиля в Рафиахе. Прекратить огонь призывают и протестующие в самом Израиле. Дошло до столкновений с полицией. Родственники заложников уверены, заключению сделки противится прежде всего премьер-министр Бениамин Нетаньягу. Израильское правительство оставило заложников в плену, бросило их на смерть от рук террористов Хамаса. Сегодня ясно, что только другое правительство сможет вернуть их домой. За последние две недели Нетаньягу преступно саботировал сделку по спасению заложников. Именно из-за Нетаньягу не было достигнуто соглашение, и никто из заложников не был возвращен домой. Он бросает наши семьи на смерть ради своих политических интересов. Вторжение в Рафиах и расширение операции препятствуют освобождению заложников, переговорам и подвергают жизни заложников серьезной опасности. Пока Нетаньягу власти заложники не вернутся. Он не хочет, чтобы они вернулись. Кровь заложников на ваших руках. Вы соучастники. И вот мы получили еще одно пугающее свидетельство, доказывающее, что отчаянная ситуация с заложниками Хамаса вышла из-под контроля. Вскоре даже тех, кому удалось продержаться так долго, уже не будет в живых. Их необходимо спасти сейчас. Чтобы спасти заложников от Хамаса, мы должны спасти Израиль от Нетаньягу. Давление на Нетаньягу не прекращается и со стороны союзников Израиля. После того, как президент США Джо Байден прямо заявил, что в случае штурма Рафиаха еврейское государство лишится части военной помощи, стало известно, что Вашингтон поставил Иерусалим перед выбором. Либо Рафиах, либо Эрияд. В Белом доме ясно дали понять, от действия Израиля будет зависеть будущее возможной нормализации отношений между еврейским государством и Саудовской Аравией. Среди главных условий прекращение огня и согласие Иерусалима на создание палестинского государства. При этом в Эрияде даже согласны на простое обещание. Наследный принц и фактически правитель королевства Мухаммед бин Салман, хоть явно и заинтересован в подобной сделке, которая обеспечит гарантию безопасности Саудовской Аравии со стороны США, все же не может отказаться от палестинского вопроса, чтобы не потерять лицо и авторитет в арабском мире. Согласно просочившейся в американскую прессу информации, Джо Байден рассчитывает на прорыв в этом вопросе, который добавит ему политические очки перед предстоящими выборами. Вашингтон якобы дал Иерусалиму месяц на размышления, хочет ли Израиль нормализовать отношения с Саудовской Аравией. Напомню, гость нашей программы сегодня профессор Зайвханин, с ним подводим итоги недели. Профессор, все практически израильские политики, так или иначе выступавшие на этих двух главных церемониях недели, на церемониях Дня памяти и Дня независимости, говорили о единстве народа как о залоге победы. Единство сохранилось, все, что мы видим параллельно, подсказывает или, по крайней мере, выглядит так, что единство, конечно же, есть глобальное, но это уже не то, что мы видели в октябре и ноябре прошлого года, когда война началась. Я думаю, что если мы вернемся на секунду к предыдущему блоку, где мы говорили о том, если у израильского правительства что-то предложить нашим ближайшим союзникам на следующий день, от этого вопроса зависит, что мы делаем сегодня, то точно то же самое мы можем говорить в отношении диалога между политическим руководством и израильским обществом. Политическому руководству есть что предложить израильскому обществу? Они могут ответить на этот сакраментальный вопрос? Что нет, мы поняли, говорят израильтяне, а теперь скажите, что да. Как вы видите, как будет выглядеть система безопасности Израиля вот на тот самый следующий день, который вы нам предлагаете подождать? Но судя по тому, что происходит на улицах, израильское общество гораздо больше волнует не то, что будет завтра, а то, что происходит сегодня. Также тема с заложниками, заключение сделки с Хамасом. При этом, ну, я опять же с трудом себе представляю другое правительство, которое пойдет на сделку без предварительных условий. Я бы сказал, что любое правительство, действующее, если бы у власти была нынешняя оппозиция, они, естественно, вынуждены были идти на тот или иной компромисс. И по этому поводу ни у кого из израильтян нет никаких заблуждений. Вопрос, собственно говоря, в другом. Вопрос на самом деле стоит такой. Что есть итог войны? Что есть победа в этой войне? Потому что все прекрасно понимают, что де-факто идущая избирательная кампания, или когда она будет официально объявлена, она будет структурирована вокруг двух критических вопросов. Первый, кто виноват в трагедии, в катастрофе 7 октября 2023 года? И второй, на чью долю можно отнести заслуги, или наоборот, отсутствие результата, устраивающегося всех, по итогам войны, если она закончится вот так, как она закончится. Поэтому основной диалог, основная дискуссия, это то, что не претензии, а вопросы. По сути дела, именно у правительства в руках находится главный инструмент. Это определить, что есть конец войны. То есть, что они могут представить обществу, сказав, израильтяне, радуйтесь, греки, мы победили, да? Израильтяне, радуйтесь, мы победили. И, ну, скажем так, у критиков нынешнего израильского политического руководства, у них все дальше, тем больше, есть ощущение, справедливо оно или нет, я не буду сейчас оценивать, о том, что, скажем так сказать, делается многое для того, чтобы затянуть процесс. И, наконец, а также потихонечку спустить на тормозах вот те объявленные цели, как это они были представлены обществу в октябре прошлого года. Но протесты, которые мы видим еженедельно в Тель-Авиве, в Иерусалиме, это протесты логичные? Эти протесты могут повлиять на правительство? Они влияют на политическую систему? Или это вот выброс пара? Понятное дело, что всем хочется, чтобы заложники вернулись. Но, с другой стороны, все ли люди, которые выходят на эти демонстрации, понимают действительно сложность этого процесса? Или им вообще не нужно этого понимать? Там есть несколько категорий людей. Одна категория – это действительно те, которые понимают сложность процесса, но которые, тем не менее, считают, что так как была сформулирована задача, то там должен быть некий порядок приоритетов. Это, кстати говоря, упомянутый Галлан тоже сформулировал. Вы обратили внимание несколько дней назад о том, что мы должны закончить войну победы, а война закончится, когда будет уничтожен Хамас, или когда будут возвращены заложники. Вот это вот слово «или» появилось впервые. То есть это как раз вот тот выбор, перед которым стоит военно-политический кабинет? Да. Или. Или так, или так. Или так, или этак. А вместе, как это было объявлено, как это обещано, оно не очень получается. Так вот, среди протестующих есть, прежде всего, категория о том, что вот вопрос «или» для них решен однозначно. Окей? Вторая категория – это те, которые требуют, с другой стороны, от правительства, оставить в сторону их политические соображения и, прежде всего, заняться выполнением, достижением тех целей, которые, в общем-то, были обещаны и объявлены, да, артикулированы так или иначе. А тут мы возвращаемся опять-то к вопросу о том, что будет на следующий день. Потому что армия в состоянии решить задачи, поставленные перед ней. Единственное, что армия не умеет делать, она не умеет вырабатывать политическую стратегию. Соответственно, решать те задачи, которые не стоят на повестке. Да, потому что если, так сказать, мы не знаем, какова же конкретная цель, то, соответственно, не очень понятно, как и каким образом нам ее достичь и реализовать. Ну и третья, самая маленькая, ну, пожалуй, одна из наиболее, пожалуй, самая влиятельная группа – это родственники, друзья, сочувствующие, не просто сочувствующие, а вовлеченные в саму тему возвращения израильских заложников. Нам тут все понятно. Их не волнуют никакие геополитические соображения. Их совершенно не интересует, что мы с одной стороны, с другой стороны. Государство их близких, их друзей, не смогло защитить, поэтому оно должно их вытащить любой ценой, причем любой ценой в полном смысле этого слова. Все это повлияет на следующие выборы? Ну, де-факто это уже влияет. Вы же видите опросы общественного мнения, можно доверять их точности, не доверять, можно спорить о выборке, можно говорить о разных сюжетах, но когда это все происходит из недели в неделю. Каждую пятницу публикуются данные опроса МААРИФ, публикуются постоянно, регулярно опросы там 12-го канала, 13-го канала, 1-го канала, 14-го канала. Раз в месяц, как минимум, мы видим масштабный опрос по заказу Израильского института демократии, который проверяет не столько рейтинг партии, сколько настроения, так сказать, общую атмосферу в израильском обществе. Так что повлияет ли, я думаю, что будущее время здесь неуместно. Профессор Ханин, спасибо большое за участие в программе, ваш комментарий, хорошей недели, ну и победы нам всем. Всего доброго, хорошей недели. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Что важнее сегодня для Израиля? Помнить о павших или верить в свободу и независимость? Вопрос далеко не праздный для израильских реалий. Впрочем, в этом году память и свобода слишком сильно переплетены между собой. Но даже в день, когда по всей стране звучали траурные сирены, мы понимали, сирены памяти в любой момент могут сменить сирены воздушной тревоги. Подробности далее. Двухминутная сирена в память о павших войнах и жертвах терактов. Израиль отмечает День памяти. В последние месяцы израильтяне привыкли к звукам ревущих сирен, заставляющих укрываться от ракет, запущенных из сектора Газа и Ливана. Война, которая началась с нападения Хамаса на Израиль 7 октября, продолжается восьмой месяц. Более ста заложников по-прежнему остаются в плену у террористов. Здесь проходил фестиваль «Нова», где террористы убили сотни молодых людей. Многих угнали в Газу. Я просто хочу, чтобы наши братья и сестры вернулись домой из Газа. Я знаю, через что они прошли и что они переживают сейчас. Мы все хотим, чтобы война закончилась. Но не мы это начали. Мы платим высокую цену. Но мы должны спасти нашу землю. Единственную землю, которая у нас есть. У евреев. Нам некуда идти. Печально, очень печально. Небо плачет вместе с нами. Я чувствую это. Мне очень тяжело из-за того, что произошло здесь. Израиль может рассчитывать только на свои силы. Об этом заявил премьер-министр страны Бениамини Таньягу, возглавивший церемонию на горе Герцеля. Именно вокруг этого и вращается война. Либо мы, Израиль, либо они, монстры Хамаса. Либо продолжение существования, свободы, безопасность и процветание. Либо разрушение, резня, изнасилование и порабощение. И мы полны решимости одержать победу в войне. Мы потребовали и будем требовать от врага высокую цену за его преступные действия. Мы осуществим цели победы и в центре их возвращение всех наших заложников домой, что обеспечит наше существование и наше будущее. Но цена, которую мы платим, цена, которую заплатили предыдущие поколения, очень тяжелая. Единство народа и объятие народа являются источником нашей силы. Наряду с осознанием смысла нашей борьбы в этот исторический момент. Наша война за независимость еще не окончена. Она продолжается и по сей день. Между тем, гуманитарные организации утверждают, военные операции Израиля в Рафехе вынудили закрыться главные местные больницы, что еще больше усугубит и без того серьезный гуманитарный кризис. ООН предупреждает, что штурм Рафеха приведет к росту жертв среди гражданского населения. Главный союзник Израиля США также продолжает настаивать. Штурм Рафеха без четкого плана, гарантирующего безопасность гражданского населения, приведет к катастрофе. Мы верим в две вещи. Во-первых, у нас должен быть четкий, заслуживающий доверие план по защите гражданского населения, которого мы не видели. Во-вторых, нам также необходимо увидеть план того, что произойдет после того, как конфликт в Газе закончится. Что мы видим прямо сейчас? Мы видим части газа, которые Израиль очистил от Хамаса, куда Хамас возвращается, в том числе на севере, в том числе в Ханьюнесе. Если мы посмотрим на Рафех, они могут войти и добиться некоторого первоначального успеха. Но потенциально это будет стоить невероятно дорогого гражданскому населению. И этот успех не будет долговечным. Им придется нести ответственность за продолжающийся мятеж, потому что останется много боевиков Хамаса, чтобы они не делали в Рафехе. Но если они уйдут из Газы, тогда у вас будет вакуум, который, вероятно, будет заполнен Хамасом, анархией и в конечном итоге снова Хамасом. У нас та же цель, что и у Израиля. Мы хотим быть уверены, что Хамас не сможет снова управлять сектором Газа. Мы хотим убедиться, что он будет демилитаризован. Но у нас другой путь. И мы думаем о более эффективном, надежном способе достижения этой цели. Мы продолжаем разговор с Израилем именно об этом. При этом Израиль открыл новый пункт пропуска для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа в координации с Соединенными Штатами. КПП, получивший название «Западный Эрес», расположен на севере сектора Газа. Впрочем, действия Иерусалима многие считают недостаточными. Президент Турции Реджаб Тайп Эрдоган обвинил Европу и США в том, что союзники Израиля не оказывают должного давления на правительство Бениамина Нетаньягу с тем, чтобы он согласился на прекращение огня. Хамас сделал очень важный шаг на пути к прочному прекращению огня. Ответом правительства Нетаньягу было нападение на невинных людей в Рафейхе. Увидел ли Нетаньягу какую-либо серьезную реакцию на свое испорченное поведение? Нет. Ни Европа, ни Америка не продемонстрировали заслуживающего внимания реакции, которая вынудила бы Израиль к прекращению огня. Анкара присоединяется к инициативе ЮАР по привлечению Израиля к ответственности по обвинению в геноциде палестинского населения международным судья ООН. При этом слова Эрдогана о том, что Хамас принял предложение Катара и Египта о прекращении огня, не соответствует действительности. На самом деле, Хамас согласился на прекращение огня на своих собственных условиях, проигнорировав как предложение Израиля, так и позицию главных посредников. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Прямо на следующей неделе, 25 мая, у нас праздник. Израиль отмечает Лакбаомер. Не только Израиль, евреи всего мира. Главная традиция этого дня – костры. Огонь, согласно иудаизму, символизирует человеческую душу, которая всегда стремится вверх. Почему это важно именно сейчас? Почему день считается праздником, хотя работа в этот день не запрещена? Почему огонь, агрессивная среда, стал символом души? Вопросов, как всегда, много. Ответы получим у нашего гостя Равы Ильяху Гладштейна, Равина Иерусалимской общины, Яд Рама. Рав Гладштейн, добрый вечер, Шаваатов. Хорошей недели и с наступающими. Добрый вечер, Шаваатов. Лакбаомер ровно через неделю. До этого у нас есть еще одна дата, которая тоже, безусловно, отмечена в календаре. Это Песах номер 2. Праздник, который мы отмечали несколько недель назад. Это для тех, кто не успел? Песах Шейни, вот этот самый второй Песах, это уникальная вещь. Дело в том, что единственный праздник, у которого есть, что называется, второй заход, это как раз Песах, что очень странно. И здесь нужно понимать, что такое Песах. Песах — это день рождения еврейского народа. Если на какие-то другие вещи можно опоздать, можно опоздать в класс, можно опоздать на трамвай, можно опоздать на самолет, вот если человек опоздал на свой день рождения, то, соответственно, он не родился, и поэтому, если у человека не получилось справить Песах, то ему дается второй шанс. То есть получается, что можно, в принципе, вот тот вот Песах не отмечать, дождаться этого, и тогда, ну, все будет засчитано, и вот выполнена заповедь. Именно потому, что это классический вариант заблуждения. Талмуд как раз говорит, что все те вещи, у которых у человека есть возможность, он считает, что их можно будет сделать потом как-то в другом формате, как, например, человек совершает какое-то нарушение в расчете на то, что Йом-Кипур потом все смоет, вот тогда оно не работает. Если у человека была легитимная причина, по которой в первый Песах, обычный Песах, в полнолуние месяца Ниссана не сложилось, тогда есть запасной вариант. Есть ли связь между вот этим вторым Песахом и Лагбаомером, который наступает в конце следующей недели, и в чем, собственно, получается смысл вот этого праздника Лагбаомер, который вроде как и не праздник? Оба эти праздники на самом деле связаны, но об этом довольно редко говорят. Почему? Есть Минхак, практика, согласно которой в этот Песах Шейни, второй Песах, едят Мацу, но Маца никакого отношения ко второму Песаху не имеет. Это второй Песах для тех, кто не успел попробовать пасхальную жертву, пасхального Агнца. И идея заключается в том, что Песах Шейни выпадает на полнолуние месяца Ияра, 14 число месяца Ияра, а уже 15 числа месяца Ияра начинает выпадать Ман, тот самый Ман, который ели в пустыне. Идея какая? Что пока человек не доест все то, что он приготовил во время выбега из Египта, у него не получится получить тот Ман, который его ждет. Сначала заканчивается одна фаза, потом начинается другая. И Лакбаумер тоже как раз это граница между трауром и граница, с которой начинается радость. Тем не менее, повод для праздника, ну, фактически, там, скажем, для того, что мы отмечаем в Лакбаумер, ну, скажем, условно позитивный. Раби Шимон Бар Вихай, великий праведник, великий каббалист, в этот день умер, и мы отмечаем дату его ухода из этого мира. Но, опять же, с точки зрения, там, скажем, мировой культуры, наверное, не очень логично и даже не рационально. Радоваться-то чему? Очень хороший и правильный вопрос. Дело в том, что мы всегда говорим, что уход праведника из этого мира, уход цадика из этого мира, это день его максимального воздействия на этот мир. И в этом смысле уход из этого мира, это рождение в другом мире. И так как Раби Шимон Бар Яхай олицетворяет наполняющий свет, который распространяется по всему миру, то именно поэтому, в частности, жгут костры, поджигание костров выглядит хаотично. Но если мы вдумаемся, это совершенно естественно. Ну и в принципе огонь, агрессивная среда. О, тут такой момент. Есть Минхаг, есть практика, согласно которой в день ухода кого-то из близких зажигают свечу. Потому что Раби Шимон Бар Яхай такая большая душа, такой большой раввин, который раскрыл столько света, зажигают очень большие свечи, которые похожи на костры. И костер как раз идеальный символ этого дня. Костер всегда должен быть завязан на что-то материальное, без дров гореть не будет, но костер всегда стремится к верху. И в этом есть суть той кабалы, которую открыл Раби Шимон. Но получается, что главное зажечь, главное вспомнить о Шимоне Бар Яхай, или главное что-то совершенно другое, особенно вот в контексте того, что происходит сегодня вокруг нас, в контексте войны. Главное иметь кавану намерение точно такое же, что в Песах Шейни, во второй Песах, что и в Лагбаомер, что есть фаза, во время которой происходят одни события, а потом в течение одного дня все меняется очень резко, начинается совершенно новая фаза. И точно так же до Лагбаомера было запрещено ставить хупу, играть свадьбы, радоваться, слушать музыку. Все меняется очень быстро. Точно так же мы должны быть готовы, что-то не особо веселая ситуация, которая сложила за последнее время, может измениться быстро, и будем надеяться на скорость. Но действие необходимо. Действие в материальном мире для того, чтобы привлечь какие-то силы духовные. Без того, чтобы было действие в материальном мире, а не только что ничего не изменится в материальном мире, но и в духовном мире тоже ничего не изменится, потому что Все миры устроены таким образом, что, совершая физическое действие здесь, мы справляем все миры, которые находятся наверху. Дай бог. Раф Гладштейн, большое спасибо за это объяснение. Хорошей вам недели с наступающими вторым Песохом и Лагбаумером. И до встречи в этой студии. Ну и победы, безусловно. Шавуатов и хорошей недели. Это все на сегодня. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе. Ставьте лайки. О том, как мы проживем следующие 7 дней, вы узнаете в нашей следующей программе «Израиль за неделю» на канале RTVI. Я обращаюсь с вами, Шавуатов. Хорошей недели. Здоровья, свободы, мира и победы.